Наталья Макшаева Протяженность первого маршрута примерно 18 километров. На этом пути автобус делает более 30 остановок. Десятки людей едут на работу, в поликлинику или в гости. Со своими мыслями. Хорошими и не очень. Меня возмущает, потому что меня там чуть не пришибало. На рынке Тимашевском. Вот дорога и рынок. И там дальше большая дорога. По этой дороге ездят, как вы знаете, как по проспекту. Ну там, наверное, или знаки надо поставить. Ну нельзя же так, в конце концов. Чтобы швы сделали. Швы заделали. Зимой делали. Плесень так и есть. Все тоже осталось. От автовокзала входит транспорт, но дают только 29 числа первый рейс. А на неделе, значит, отказали. У нас раньше платный ходил с 1 мая. А теперь и платный отказали. Вот как хотим, так и добирайся. Кладбище в черте города. Все на такси ездят. Только таксисты стоят. Транспорта. Такие дни, вот среда, суббота, воскресенье будет ходить. И все. Так что просьба. Хотя бы платный нам дали. Меня вот беспокоит больше всего, что за 5 лет очень много вырубать деревьев. У нас где-то за последние 5 лет половину уже вырубили деревьев, а сажать мало. Больше, как говорится, машин, деревьев все становится меньше и меньше. С каждым годом. Меньше кислорода. Из-за этого люди болеют, страдают. Хоспитал номер 3. Отношение очень плохое медицинских работников к пациентам. Это в целом сложилась вот такая практика. Главпочтам. Центральный пост офис. Дети войны не должны делимы быть. Они все пережили одинаковые лишения и всякие прочь. Сейчас я выходу. Третья больница. До свидания. Хоспитал номер 3. На большом транспортном потоке нелегко трудиться и водителям. Путь от конечной до начальной точки занимает от полутора до двух часов. В этом режиме они успевают быть внимательными к пешеходам и следить за дорогой. Газели, да, те вообще, они безобразно ездят. Они не вставляют места даже на остановках нам поставить автобус. Вставлю, где попало, посередине, с краю. И вот ждешь, объезжаешь. Смотреть надо везде. Едут в первом маршруте и счастливые пассажиры. Улыбчивые студенты, довольные дети и пенсионеры, которых устраивает власть и работа ЖКХ. Меня все устраивает. Я плачу. У меня стоят счетчики. Сколько у нас там горячая вода? Я тоже не помню. Иду и плачу. Получаю пенсию, иду и плачу. Все хорошо. Красиво. Приятно. Как бы находиться в этом городе. Уезжать никуда не хочется. Я всем довольна. В моем возрасте уже всем довольны. Вопрос один. Когда совсем будет тепло? Ответите? Нет. Нормальное настроение. Солнце есть. Значит, все в порядке. Все в принципе устраивает. Все нравится. Учиться классно. Это не последняя остановка первого маршрута. Смотрите следующий выпуск уже в четверг. Только он будет в ином формате. Вопросы, прозвучавшие в программе, получат свои ответы. Следите за новостями.